Доброе утро снова и как всегда в это время по субботам программа Майкла Мелехова обо всем необыкновенном что нас окружает и особенно цифры можно уже начинать здравствуйте здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые радиослушатели мы начинаем нашу программу субботнюю программу 1 часов утра в городе Чикаго и всех приветствую как сказала Узебискар я хочу присоединиться к ее поздравлениям завтра на Smothers Day всем мамам всем будущим желаем желаем всех всех благ ну и хорошего общения с вашими детьми ну а наша программа уже в эфире и телефон нашего эфира это 847-498-3367 sms можно посылать по телефону 847-595-0904 сегодня в общем то должно быть много чего интересного ну те кто будет звонить вы можете назвать имя и дату рождения ну а я могу рассказать по дате вашего рождения о том кто что вы в основном это ваше предназначение причем предназначение имеется ввиду что эта информация которую можно использовать и возраст здесь не помеха и прошлые скажем какие-то наработки здесь тоже не помеха ну а начнем мы с того что сегодня день нам готовят именинники именинники которые родились 13 мая ну начале 13 мая а потом дата сегодняшнего дня 13 мая 2017 года ну очень опять же разноречивые какие-то события в вашей жизни дорогие именинники 13 мая которые родились они связаны с цифрой 4 об этом мы уже говорили 1 плюс 3 равняется 4 и это по ведической астрономерологии планета которая не имеет массы а именно ее увеличает планета раху она мистическая планета она демоническая многие называют планета и люди которые находятся вот которые родились 4 13 22 и 31 числа собственно говоря любого месяца правда специфика этого месяца все-таки оказывает влияние но тем не менее в основном вот качество такие что-то все непредсказуемое в их жизни то есть финансы непредсказуемые здоровье непредсказуемое какие-то совершенно необычные болезни могут быть отношения с людьми непредсказуемые почему потому что четверка ну скажем по китайской системе это не такое хорошее скажем так число почему но вот не любит китайцы если говорить о тринадцатом числе то мы просто передачи как раз таки говорили очень много было связано не 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 нечто мистического с этим числом и на самом деле в этом что-то что-то такое есть опять же все вот это связано с планетой рам но если конкретно говорить о людях которые родились ну вот 13 да конкретно 13 мая то счастливчиками в общем принятом смысле их назвать трудно поскольку очень переменчивая еще раз как я уже сказал жизнь то есть нелегко сходится во мнении с окружающим их контингентом людьми то бишь и какие-то препятствия но у них есть такое качество они очень быстро ориентируются в обстоятельствах и эти обстоятельства они решают вот задачу которая возникает перед ними довольно быстро и довольно скажем нетрадиционно ну это все зависит опять же от их оригинального мышления то есть вот скажем в отношении с противоположным полом тоже какая-то такая неординарность стремление к экспериментам вы знаете вот миронов говорил когда вы спрашивали как вы относитесь женщина говорит ну как-то стараясь в этом вопросе быть шире вот вот такие люди они пытаются тоже быть шире и какие-то вот эксперименты ставить короче говоря об отношении финансовое положение еще раз необычно то есть не рутинно какие-то и оригинальные идеи какие-то необычные способы изобретательства неформальное каким-то может быть писательство вот но если говорить о художественном вкусе есть безусловно и чувствуется в их жизни вот такое стремление как-то оригинальных идей дальше здоровье ну внезапное заболевание опять же могут присутствовать в их жизни то есть трудно будет диагностировать но вот допустим вдруг ни с того ни с чего возникла какая-то болезнь ну и врачи не могут определить в чем ее происхождение почему она возникла какие традиционные способы обнаружения если болезнь ничего не показывает никакие не рентгены не моральные кетскены тоже ничего не показывает но человек чувствует очень серьезный дискомфорт но это связано опять же с тем что очень серьезные энергии энергии дорогие друзья мы должны понимать о том что физическое здоровье это физическое здоровье но мы состоим не из одного физического тела об этом я уже много раз говорил и в этих передачах и на моем радио сам гейтс ну и если мы об этом не знаем то это наше так сказать упущение потому что беседая допустим с очень серьезными людьми которые называются парапсихологи и там ясновидящие но вот они видят вот эти тела собственно говоря их довольно легко и вам увидеть то есть для этого надо просто взять сделать диагностику которая называется аура допустим диагностика это вот именно аура которая окружает любого человека просто обычным взглядом она не видно но ученые уже доказали что без сомнения это все существует и так как ведет себя то будем говорить аура это будет говорить о том что у нас есть какие-то проблемы по здоровью к примеру которые зародились в те в энергетических телах потом перешли на физическое тело но об этом поговорим чуть позже у нас есть звонок даркать да здравствуйте давайте премиум звонок алло 11 сентября хвой год алло какой год какой я положил наушники какой год 56 56 а простите а какой в общем то у вас есть вопрос или у вас его нету вопрос по здоровью вопрос по здоровью то 11 11 сентября до 56 года ну смотрите так нас будут слушать по радио ну не знаю это вы или это вы о ком-то другом говорите вопрос по здоровью без сомнений есть поскольку у вас природы его нету есть такое понятие за него как раз отвечает та самая четверка цифра вот есть две цифры которые оказывают влияние в астрономерологической матрицы это исходя из любой в общем-то нумерологии но в данном случае речь идет о халтейской скажем так нумерологии вот но две цифры которые отвечают за здоровье это само физическое здоровье физического тела ну и еще раз это энергетические тела то есть bio энергия не моторная не вот это кинетическое скажем так как мы это изучали который там измеряется в джоулях я как-то приходил к нам центр один человек и мы начали говорить про энергию какая энергия которая знаю только энергию как физик вот она измеряется в джоулях а то что половина мира знает энергию которая совсем по-другому измеряется других единицах и который называется шакти это жизненная энергия об этом западный мир почему-то не хочет знать так вот данном случае физического здоровья к сожалению от природы нету но и биоэнергии тоже она есть но она очень слабенькая то есть о чем идет речь есть возможность набора то есть чтобы я порекомендовал не могу сказать могу предположить только о чем идет речь но в этом возрасте надо уже не бегать и не прыгать понятно да но больше галина ходить по воздуху ну плавание в любом возрасте показано я бы рекомендовал энергетические какие-то виды гимнастики ну о чем идет речь это йога в первую очередь йога простая не эти не сгибания не разгибания скажем там кундалини йога вот примеру есть энергетические йога соединения по позвоночному столбу вот соединения от снизу от пяток скажем до последней чакры вот это микрокосмос тоже называется ну а потом уже вторая стадия соединения землей и с космосом то есть ходить желательно по ну по травке если есть такая возможность или вот по земле но не по асфальту вот чтобы такую связь себе наработать ну чем это может быть связано во первых с авторитарностью потому что прекрасная коммуникабельность у данной женщины да и следующий женщин великолепная коммуникабельность но вот стремление доказать о том что вот я права и других вариантов нету никаких вот это может мешать то есть о чем идет речь первую очередь это отражаться будет на щитовидной железе эмоции вот а вторую очередь это сердечные какие-то заболевания потому что блокировка энергии и сердечная чакра нахата она возможно не будет функционировать если говорить о том что сама номера логическая матрицы достаточно интересно поскольку 11 числа человек родился а это уже само по себе говорит о том что человек необычный то есть это способность к вещам с нам это способность видеть какие-то ситуации совершенно по-другому и это какой-то тоже такое неординарное мышление мы говорили есть мастер число ну там много нюансов поэтому в передаче невозможно об этом рассказать все но тем не менее такие такая возможность ну если у кого-то будет такое желание телефон 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 это мой телефон после эфира только после эфира у нас пер заканчивается в 12 часов хорошо я продолжу я продолжу рассказ о этих людях которые говорят а мне так много осталось уже те которые родились 13 до 13 мая тут понимаете еще какой есть нюанс вот сейчас я закончу я перейду к этому дню конкретному дню тринадцатого мая тысячи две тысячи семнадцатого года да ну еще раз финансовая ситуация такова что где-то уже так более-менее за среднего возраста вот начинает человек успокаиваться утихомериваться и создавать какой-то задел но будем называть это пенсионным фондом иначе может все растратить из-за своей экстравагантности но числа когда надо было бы скажем или такие важные даты а это связанные с даты значит во первых 1 4 1 это у нас понедельник то четверка это возможно даже и воскресенье вот воскресенье понедельник это дни и в общем-то которая попадает на числа 4 на числа 6 и 8 в первую очередь четвертая значит четвертая 13 повторю 22 и 31 числа но второстепенная те которые в сумме дают цифру 6 ну лучше если это будет 8 в одежде одежде какие надо носить ну во первых это солнце и уран надо сказать о том что возможно еще и венера тут участвует это планеты и соответственно надо носить желательно вот те оттенки этих планет то есть солнце ну золотистый там может быть оранжевый желтый вот такой венеры все оттенки так светло-голубого возможно синего красиво уран это серый цвет цвет электрик ну что еще камни тапас и антарий бриллиант сапфиры это вот ваши камни счастливые ну если есть какие-то проблемы именно с конкретного человека то тогда но тогда надо делать какие-то другие еще процедуры типа устранять вот эти вот препятствия и речь идет не физического повторяя тела ну это в медицину пожалуйста ради бога у каждого есть такой выбор с медициной и надо обращаться к врачам но в то же время надо иметь ввиду другое о том что врачи к сожалению не работают с энергетическими целами только с физическими целами хорошо дальше сегодня день добавляется суда если мы сложим все цифры получается 13 плюс 5 до 4 плюс 5 это уже 9 и 2017 год это получается цифра единица до единица значит получается солнце вот нюанс какой вот здесь конкретно которые родились в этот день и этого конкретного дня это хорошая составляющая потому что солнце она греет солнце она светит солнце она скажем та планета которая без нее бы конечно все живое на земле погибло дорогие друзья у нас в принципе есть я договорился с руководством станции о том что я могу пригласить в эфир парапсихолога экстрасенса очень известного российского ясновидящая она эта женщина ее зовут елена парецкая но в отличие скажем от меня она не анализирует дату рождения про нумерологию она может быть и знает но она больше по энергии по энергии то есть если человек позвонит и назовет себя зовет свой вопрос но дату рождения тоже надо будет назвать то она может энергетически связаться с этим человеком послушать его голос и в этом случае дать какие-то рекомендации дать какие-то советы могу вам сказать что я лично пользуюсь рекомендациями этой дамы и не только я на самом деле но вот если будет у вас такое желание то повторю номер телефона восемь четыре семь четыре девять восемь три три шесть семь смс можно посылать по телефону восемь четыре семь пять девять пять 0904 area code то есть это код страны если кто-то будет из-за границы посылать единица поехали дальше я хотел сегодня рассказать для этого мне кстати надо вызвать его по skype она у нас пока еще не присутствует но если будут такие звонки мы попробуем вызвать ее чтобы она не сидела в эфире у нас звонков у нас звонков нету да пока хорошо тогда давайте мы поговорим вот о чем у меня есть очень интересная тема и очень известный человек который присутствует скажем проходит в этой теме это человека зовут наполеон бонапарт очень связано много всяких слухов и легенд с именем наполеона мы знаем что в некоторых заведениях есть наполеонов очень много они себя в чут наполеона да вот почему то я все время думал почему столько наполеонов и так мало у нас ленинов допустим сталина по вот наполеонов но вот интересно да и вот я начал дух думать думать и решил вот об этом немного рассказать ну во первых документированный факт которые значит можно сказать связаны с психиатрией возможно опять же вот то есть некий некий человек сейчас не будем говорить конкретно кто это не имеет значения в принципе оставил копию такую то копию документа в котором попалась на глаза императору наполеону и он когда ознакомился с копией вот этого документа после того как он стал уже коронованным когда он стал уже императором он пришел к своей женушки жозефине и начал читать вслух вот это средневековый документ и вот в этом документе было сказано следующее сверхъестественное существо будет произведено на свет от франции и италии этот молодой человек придет со стороны моря и он будет еще даже когда он будет молодым помощью своих воинов станет потом он генералисисимусом которым так и не стал брежнев он говорит а пока вот я если бы я мог вы говорить это слово я бы уже давно был генералисисимусом а пока я всего лишь маршал вот а вот наполеон он стал этим самым генералисисимусом ну и вот воюя причем он на всех сторонах света на четырех сторонах светов он будет командовать а вот этой войной с большой славой огромной доблестью ему удастся заново возродить в то время это была романская империя мир и немцам германцам точнее вот законы ну и короче говоря он будет великим императором и весь народ его будет приветствовать и вот после этого дойдя до этого места наполеон дал своей жене дочитать вот этот документ вслух и дальше было написано следующее что в течение последующих десяти лет он выгонит всех королей принцев и герцогов а потом назначит новых герцогов принцев создаст войско численностью более 20 тысяч человек помноженное на 49 вот почему-то цифра такая была ну если вы прибавите кстати 4 плюс 9 вы получите цифру 13 вот сегодняшнюю брату 13 то есть это число очень такое серьезное и мистическое кстати ну и в его войске будет какие-то такие вот машины там он создал там очень серьезное как бы оружие и ну и так далее и так далее и так далее и вот у него будут две значит жены ну она когда дочитала до этого она решила уже дальше и не читать ну а потом когда уже все это наступит момент когда в течение каких-то определенных вот скажем там было 55 месяцев он будет воевать стране ну и после этого все на этом закончится короче говоря и он пойдет опять же на войну и вот в этой войне будет очень плохо его воинам там не будет пищи там не будет воды там будет страстно холодно в общем короче говоря описывается средневековый документ еще раз описывается полностью описывается то что в действительности произошло уже после того а ведь он только начал читать этот документ только тогда когда он стал императором вот только вот только-только только его короновали и вот вот этот документ был мне еще не последним в череде вот этих каких-то мистических каких-то вещей которые связаны с его именем когда-то жила такая дама ее звали мари ленорман мари ленорман она очень известная предсказательница была она была очень известным карт ридер то есть она до сих пор существует методика методики гадания на картах которые так и называется карты ленорман вот наша пока еще не вызванная гостья которая может нам что-то рассказать об этом она как раз таки и занимается среди всех ее практик достоинств и атрибутиков которым она помогает людям и карты ленорман в том числе то есть вот что предсказала это мари ленорман ну вот с чего все началось короче говоря тогда еще не был наполеон бонапарта он тогда еще был офицером бонапарт его будущая жена жозефина багране она была еще в девицах ходила и вот она пришла вначале она пришла к этой мари ленорман жозефина пришла чтоб та и погадала вот что будет дальше и короче говоря это тому времени кстати она уже была там вдова с двумя детьми и она и нагадала скорое замужество и том что судьба франции и судьба франции будет полностью в ее руках то есть это вообще категорически что-то было странное непонятное то есть ленорман сказала будущей императрицы о том что совсем скоро ты выйдешь замуж за человека которого полюбишь очень сильно и вот этот человек сделает себя императрицей франции а потом предаст ну еще раз что прежде чем предать надо вначале выйти замуж короче говоря но это было самое главное чего в общем то хотела услышать любая женщина которая одинока том когда ей уже вот выпадет такое счастье выйти замуж так и дальше после этого следующий был сеанс и после этого сеанса туда вошел молодой офицер которого звали он еще не был наполеоном но его звали бонапарт короче говоря туда зашел бонапарт который хотел тоже естественно узнать а поскольку марина роман тому времени было очень знаменитым то хотел он узнать и о себе и вот что она ему сказала то есть вы будете на шести высоких постах потом будет ваша коронация а до 40 лет у вас будет слава и будете жить в роскоши но после 40 лет вы оставите ту которая вам послёт проведение и тогда начнется ваш конец короче говоря видите о чем идет речь человек который предал он рано или поздно наступит конец этому человеку то ли это наступит конец физически то ли в чем-то его работе плана в бизнесе и так далее ну что она еще сказала вас отправят туда в общем то вопреки вашему желанию все ваши близкие но мы знаем да о том что вы сослали на остров эльба вот и ваши близкие от вас отрекутся и придет по смерть тогда когда вы будете совсем один ну на самом деле в общем то это так оно и произошло но тогда не поверили естественно мы такие люди все человеки которые не верят до того момента пока в одно место нас не клюнет кто-то вот ну такое вот у нас качество если вернуться в прошлые доисторические времена до мамонтов то тогда люди верили ну такие были люди они как-то верили вообще хочу вам сказать даже и друзья верить это да позитивно они верить это нет негативно поэтому каждое есть право на то что слева на то что справа да но тем не менее это надо иметь в виду но несмотря на то что они не поверили но они это не забыли и вот спустя 10 лет которые уже наполеон который стал до напар стал который наполеоном зайдя на 100 на трон он вспомнил ну точнее он и он подарил мадам ленорман 1 миллион франков и также сделанную есть своей личной пророчицей точнее не своей пророчество императрицы или норман она еще раз повторила после этого свое предсказание свое пророчество жосефини о разводе с императором и его поражение в россии а